Украинские солдаты не доверяют своим командирам, они чувствуют, что их бросили. Совершенно очевидно, что эти 400 солдат, которые перешли границу, они попали в окружение, и их командование просто о них забыло. У них кончилась еда, кончились патроны, и в этих условиях они решили уйти в Россию. Но мне кажется, очень важно, что это событие подрывает ту версию войны в Украине, которую мы все время слышим по западным СМИ. Если Россия агрессор, и если на Украине воюют российские наемники, тогда почему украинские солдаты бегут и просят убежище на территории агрессора? Почему мирное население Восточной Украины ищет убежище не в Украине, а в России? К сожалению, в Украине не воюют нормальные профессиональные армии. Воюют люди очень часто, которые совсем недавно взяли в руки оружие. Воюют люди часто неумелые, поэтому так много гибнет мирного населения. И, конечно, руководство Украины – это бывшие бизнесмены, многие из них до сих пор имеют огромное состояние. Они привыкли очень жестко относиться к своему персоналу и не особенно жалеют солдат. Поэтому солдаты предпочитают, как мы сейчас это видим, убегать в Россию. Это показывает, что Россия никакой не агрессор. Невозможно себе представить, скажем, польских солдат, которые после нападения нацистской Германии в 1939 году убегали бы в нацистскую Германию. Невозможно себе представить палестинцев, которые убегали бы в Израиль. Правда состоит в том, что на Украине идет гражданская война. Главные бои происходят между гражданами Украины разных политических взглядов. Но 99% западных СМИ говорят, что гражданской войны на Украине нет. Они говорят, что есть вторжение России. Это неправда. Если бы это было правдой, то украинские граждане не бежали бы в Россию. Они бы ненавидели и боялись Россию. Вот такое нарушение логики у западных средств массовой информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова